Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Сегодня встречаемся с Михаилом Васильевичем Поповым по заданию профсоюзного навигатора и обсуждаем тему, заявленную «Современное состояние профсоюзного движения России». Но я думаю, что для того, чтобы подойти к современному состоянию профсоюзного движения России, надо сделать некую ретроспективу, показать, так сказать, генезис и увидеть, как это движение развивалось с определенного момента и как это выглядит сейчас. Поэтому, Михаил Васильевич, прошу вас по этому вопросу рассказать. Да, я думаю, это будет правильно, если мы ограничиваем, укажем границы, что считать современным профсоюзным движением. Я думаю, что это ограничение является естественным. В 1996 году вдруг в российской газете был опубликован проект Трудового кодекса России. Он опубликован, по старой вроде как, как было раньше, в партийных газетах. А если оно опубликовано без ссылки на авторство, ну, это как бы партия решила или это, так сказать, руководство партии решило. То есть, газета за это отвечает. А тут, так сказать, никакого обозначения нет. Просто представлен проект Трудового кодекса России. И вот тут, в общем-то, самые различные профсоюзы, которые находились одни в борьбе, другие в спячке, они все вспыхнули и начали, во-первых, выяснять, а что же делать. Дело в том, что тот проект, который был, он имел свою задачу обрушить вообще все права работников. То есть, просто кошмарные. И люди, которые выступали, в печати, профсоюзные деятели, все были в ужасе, что это вообще уничтожение профсоюзного движения в России, и надо что-то делать. И что они придумали? И большинство придумало делать всякие протесты. То есть, на что мы тогда, вот, уже, так сказать, наша партия, и в том числе, конкретно Константин Васильевич Федотов и я, мы им сказали, что вы, ребята, как люди, которые изучают вообще диалектику, науку, логики, тогда уже работал Кружев, мы им говорим, что если вы пойдете путем отрицания, мы будем приложением к этому проекту. Будет проект, будут люди, которые против. Эти люди, которые против, будут в меньшинстве, проект пройдет. И наша, так сказать, заслуга будет в том, чтобы показать, что демократически прошел проект. И мы, как бы, участвуем в этом грядном деле. И поэтому, если по этой дороге мы пойдем, то это будет полный провал. И не просто спад, а падение просто будет всего профсоюзного движения России. И надо сказать, что эти аргументы оказались действенными, убедительными, по крайней мере, для всех новых профсоюзов. Какие профсоюзы новые? Ну, кроме фанаперовских профсоюзов, которые были в таком состоянии, что их, так сказать, из союзного состояния вывели в республиканское состояние. Ну, это все старые профсоюзы. И чтобы не говорить, что они всем плохи, я хочу сказать, что мы с тем же самым Константином Васильевичем были на Кленуме профсоюзном, на котором решался вопрос, как проводить вообще выборы. И они поддержали идеи выборов по трудовому коллективу. Поэтому нельзя вот сказать так, что все профсоюзы, эти советские старые, которые уходили вроде бы здесь, или они стали переделываться в новые, вот, российские, что они все отрицательные. Ничего подобного. Более того, значит, нам помещение для проведения нашей, нашего учредительного съезда рабочей партии России предоставил обл.совпроф Свердловский, а потом еще один обл.совпроф, тоже на Урале, предоставил нам помещение и, соответственно, место для проживания бесплатное, для того, чтобы мы провели второй съезд, на котором, собственно, решался вопрос о создании рабочей партии России. Поэтому я хочу сказать, что момент был непростой. С одной стороны, кто-то просто бежал и отступал, а кто-то пытался, если не сам организовать, то содействовать, по крайней мере, организации нового профсоюзного и партийного движения. А Пленум, СС поддержал это предложение, которое внесли о выборах через трудовые коллективы. Это очень много, потому что партия не поддержала. то повезло, что она умерла с тем, что она не поддержала. А вот профсоюзы здесь занимали более правильную позицию. В то же время появились новые профсоюзы. Это, во-первых, профсоюз авиадиспетчеров. Он является таким профсоюзом, которому все запрещено. Забастовки запрещены, какие-то коллективные действия запрещены и так далее. Но, как говорится, нет таких проблем, которые нельзя решить при желании. А желание у них и сметка очень высоко летала. И они поэтому придумывали, как действовать в самых разных ситуациях. Они использовали такие формы, которые не требуют ни прохождения процедуры, организации забастовки, все равно не разрешат, ни какой-то процедуры перепалки с работодателем. Все было гораздо проще. Вот, скажем, принимает решение профсоюз о том, что мы требуем принятия коллективного договора. А, естественно, как и у всех, администрация возражает, потому что они предложили не такой коллективный договор, который ухудшает положение работников, а такой, который улучшает. А это означает, что часть прибыли утекает из карманов тех, кто уже ее посчитал, попадает в карманы тех, кто получает зарплату. Ну, и каким образом это делалось? Отделалось очень просто. Авидиспетчеры, они идут на работу через врачей. То есть, каждый раз, когда вы едете на работу, вы должны получить документы. Медкомиссию. Медкомиссию прошел, и голен к работе. Ну, что они делают? Они стали делать такую вещь, как голодовки. Голодает. Сначала в одном районе идет голодовка. Значит, идет голодовка, врачи не допускают, или допускают малое количество людей. Сокращается воздушное движение России во втором, третьем, четвертом регионе. Не знали, что с ними делать. Ну, вот, речивые администраторы решили на этой почве закрутить гайки, и впадали в суд в Новосибирске. И председатель профсоюза обеспечеров Сергей Анатольевич Ковалев, который сейчас председатель, который сейчас председатель Федерации профсоюзов России, не ФНПР, не независимая федерация. Я был тогда у него на съезде и приветствовал их от фонда рабочих хозяйений. Говорю, приятно приветствовать профсоюз, который не является независимым от работников. Вот, он все-таки зависим от работников, а то, что он независим от работодателей, это само собой, это же профсоюз. И вот тогда Ковалев прямо на съезде говорит, ну что, вот вы вот этим двадцати человекам, которых вы рассматривали как ответчиков, несколько по-видимому, вы им запретили голодать. Я вас уверяю, голодать будут другие, не эти, все остальные. А эти товарищи будут переедать, и результат будет тот же самый. Сидят два-три торта и пойдут к врачу перед работой. Это был один вариант. Ну, поскольку нет границ совершенствования и поиском профсоюзным, если люди не доказывают, что у них ничего не получится, и что у них ничего не выйдет, что невозможно заключить коллективный договор, да бросьте вы эти дела, и так далее, а стоят на том, что мы добьемся того, что мы наметили. Вот ситуация в Ростове-на-Даме была очень интересная. Там генерал командовал службой движения воздушного, у него требовали тоже с ним заключение коллективного договора, он отказывал, тогда там применили такую вещь, как бесконечное профсоюзное собрание. Вот мы здесь с вами сидим, но мы отсюда больше и не будем уходить. А если соскочиться нашей семьи, они могут к нам прийти, проведать, принести, покушать, а мы так сказать и будем здесь идти и завтра, и послезавтра. Но на работу мы пойдем, потому что если у нас работа, то это как часы. Поэтому диспетчеры не из дома, а из зала, в котором сидят и пассажиры, а пассажиры сидят само собой, а летчики вот эти, а ведь диспетчеры сидят само собой, а к ним приходят семьи, значит, жена, приходят дети, приносят им еду, они сидят. Короче говоря, не вытерпел этот начальник этого движения воздушного, и он подал в суд, и суд встал на его сторону и запретил, и запретил бесконечное профсоюзное собрание в целях безопасности. Но уже этот случай был, потому что в Новосибирске запретили голодать, но эти авиадиспетчеры стали переедать. Так что это никого не испугало. и здесь. Хорошо, значит, им запретили с 23 до 8 утра. 23 они все снимаются, идут домой спать. В 8 утра все, не те, которые на работу, а вообще все опять тут сидят. Продолжается профсоюзное собрание. Кто может запретить, согласно закону профсоюзов, нам решать профсоюзные вопросы все время, кроме сна и кроме работы. Люди отсюда с собрания уходят на работу и куда приходят? Не домой, а на работу. А почему? А потому что не решили вопрос. Как решим вопрос? Так и все. Ну, кончилось это дело тем, что сняли этого генерала. И я как-то приезжал в Москву к авиадиспетчерам, смотрю, им выделили хорошее помещение, удобное, просторное, мягкие кресла, уважают их, и все заключили, и так далее, потому что вопрос стоял так, либо половина движения закроется, либо вы сделаете, заключите этот договор. У нас была такая неполная голодовка, авиадиспетчеров, я тоже к ним приходил около Чернышевской, соцпроф им предоставил помещение, они там после работы туда приходили и пили водичку, водичку, лимонад, то все, но не ели ничего, а пить пили. что делать, пьем, вот, и выпили так, и детям питьем добились того, что они тоже добились заключения коллективного договора. То есть, надо понимать, что так просто прибыль забрать у работодателя не получится, и нужно и решимость, и коллективные действия, и сноровку, и смекалку, и так далее, и тогда будет все получаться. Это, авиадиспетчеры доказали, как говорится, можно их пощупать, можно их потрогать. Ковалев стал, кроме того, что он является председателем Сергея Анатольевича Ковалев, Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, он создал Федерацию профсоюзов России, которая готова принимать в свои ряды тех профсоюзов, которые, ну, не просто вы собрали 5-7 человек, а те, которые, так сказать, уже соорганизовались, что-то сделали, показали, что они борются, и тогда они вполне могут быть членами этой самой Федерации. А есть Федерация независимых профсоюзов России, как вы знаете, там все дело сейчас сводится к тому, чтобы заключать какие-то соглашения, которые предусмотрены Трудовым кодексом, так сказать, между профсоюзами и работодателей. Соглашения эти не сильно продвигают улучшение положения работников, но что-то они тоже в этом плане действуют. То время, когда были забастовки, а у нас были такие забастовки, когда у нас все члены, даже наше руководство профсоюза на площадь труда выходили и шли прямо на площадь с митингов. И эти времена прошли, со стороны ФНОПР тишина, гладь, вот там наоборот, вы зайдете к нам туалет с труда. А что там характерно? Что там туалет с музыкой? Вы зайдете, там музыка играет, так хорошо. И легко туда обращаться, потому что там никто никого не, собственно, все мило встречают, а никто туда не ходит, потому что ничего не делают особенно для... Ну, такого серьезно сказать, что совсем ничего не делают, это было бы, конечно, неправильное обвинение с моей стороны. Что-то делают, но это люди вот там же как под ночом построены ФНОПР-овские профсоюзы. Люди собирают зарплату, взносы зарплаты, причем как собирают? Если бы они собирали, сдавали в руки и марки ставили или отмечали, это значит, работодатель не знал бы, кто в профсоюзе, кто не в профсоюзе. Вот я присутствовал, когда Константин Васильевич Фейдотов у докеру, который возглавлял соответствующий отдел консалтинга права профсоюза, пришел прокурор, и говорит, дайте мне список членов профсоюза. Сидит Фейдотов и говорит, не дам. Тут просто сидит сейчас, и как этого не дарить? Так, не дам. А почему? Потому что я не обязан давать. Не обязан давать. Вы же прокуратура, прокуратура. А что написано в законе? Что обязаны, будет, так сказать, суд какой-то, вот, суду я обязан давать. Вам не обязан. Не так, что и не дадите? Нет, и не дам. Ну и пошел. И все. И ничего, никакие. И последствия никакие, какие могут последствия? Не по закону. Поэтому люди, которые хотят этого удобства, не как раньше, так сказать, клеили марочки, или просто отмечали в профбилете. Куда вы торопитесь сообщить, что вы в член профсоюза? Вы же прекрасно понимаете, что вы организовываетесь профсоюз для чего? Для борьбы. Вы что, вас 5, 7, 12 человек, 20, вы хотите объявить, что мы идем на вы. Вы идете на вы, а у него 3000 человек, и у него одних представителей администрации целая толпа. И вы хотите такую вещь сделать. Поэтому не надо это бросить, надо эти такие вещи. Такие замашки, чтобы вы информировали. Не надо сдавать через бухгалтерию. Давайте наличными. Это раз. Во-вторых, если через бухгалтерию, надо держать обязательно кого? Надо держать бухгалтера. Бухгалтера надо содержать. Значит, у вас часть зарплаты будет на зарплату этого бухгалтера. Причем, а вторая часть может быть на зарплату преседателя профсоюза. И вот такую картину я наблюдал на Нинамыске. На Нинамысском азоте. Там закончилась. Была мощная организация. Там ей помогал наш товарищ, который там является ректором Нинамысского института экономики управления и права, Мазур Олег Анатольевич. Все кончилось тем, что как кончились деньги в профсоюзе, закончилась профсоюзная организация. И все разошлись. А была мощная профсоюзная организация, довольно боевая, входила в профсоюз защита труда, который возглавлял депутат Шейн и так далее. Вот. И был еще один профсоюз соцпроф, который очень сильно отличался, так сказать, своей политической ориентацией. Там у него была такая газета, на газете Владимирский тяжеловоз, рабочая сила называлась. Ну, в общем, они рассматривали себя как рабочую силу и, соответственно, с ними обращались, как с рабочей силой. Поэтому никаких особенных заслуг, так сказать, у него в этом смысле не было побед. Но участвовал в соцпроф в общей борьбе за новый профсоюзный, за новый проект Трудового кодекса, который разработал фонд Рабочая Академия. Разработали мы по той простой причине, что если бы мы не разработали этот проект, то мы бы были отрицательной величиной. А отрицательной величиной, если вы будете на политической дороге, вас все будут топтать, или, так сказать, бить ногами. А с нами это не получилось, получилось наоборот. Мы разработали проект, причем задачу мы поставили с Федотовым такую, по каждому пункту сделать какое-то улучшение. Не ухудшение, как в том, которое безымянное было, а улучшение. По каждому пункту какое-то ухудшение. И все туда вписали. И после того, как мы это все вписали, и мы это первыми опубликовали. Так получилось, что первый из проектов, можно сказать, что первый был опубликован проект анонимный. Но это анонимка же нельзя рассматривать. Мы только объявили, что она анонимка, и тогда никто не стал с ним считаться. А Ельцин тогда, так сказать, решал вопрос о новом сроке, так сказать, его избрания на госпрезидента. И он боялся, что этот не очень проголосует. Здорово, если он определит свою позицию по трудовому проекту, трудового хоза. Это все трудящееся население страны, взрослые люди. Поэтому они решили в это дело не лезть, сделали правительственный проект. Правительственный проект с нашим проектом не конкурировал. Он гораздо меньше получал по опросам, меньше голосов. Тогда еще сделал 8, проект 8, про союзы сделали, это ФНПРовский, тоже с нами не конкурировал. Тогда еще сделали проект Московской городской думы, тоже не конкурировал. И еще сделали проект Яблочный. Яблоко. Яблоко, наверное, знаете вы эту партию, которая по имени Явлинского, Болдоверя и Лупина. Я всегда их дразнил, что вы ребята как-то не по алфавиту поставили. Вы ставьте по алфавиту Б, Болдов, Лукин, Явлинский. И дальше хотите сокращайте, хотите не сокращайте. Так они договорились до того в своем проекте, что детям до 8 лет не более 4 часов в день работы. Оказывается дети до 8 лет будут работать. О, какой прогрессивный проект. Короче говоря, что получилось? Мы широко распечатали свой проект сначала в народной правде, потом мы его распечатали в брошюре. Так что мы вообще очень широко использовали демократию и против демократии никогда не выступать. Если она есть, то когда хорошо, но она буржуазная, но это не значит, что нельзя при известном старании, умении и наступательности использовать эти моменты. Короче говоря, эти все профсоюзы, вместо той отрицательной позиции, новые профсоюзы, вместо той отрицательной позиции, которая была бы, что мы против правительственного, вы против правительства, правительство избрано, оно, так сказать, оно назначено, дума и так далее, и вы вообще против демократии. А тут было наоборот, вот есть проект, мы за него выступаем, и, так сказать, кто против, ну и выступайте против, если вы против, вы против прогресса, вы против улучшения положения работников и так далее. То есть, мы создали такую вот политически правильную обстановку. И кто соединился? Профсоюзы решили соединяться только к борьбе. Это какие-то авиадиспетчеров, токеров, теперь локомотивных бригад железнодорожников, поэтому, когда надо было гудками, так сказать, 10 минут что-то сделать, отметить и так далее, то все участвовали. Дальше, ну там, правда, эти локомотивные бригады железнодорожников, это один машинист и его помощник, вот и весь коллектив, поэтому там слабо с коллективной работой, Курочек его вглавлял. И профсоюз защиты труда, которого вызовлял депутат Шейен. А депутат Шейен был у меня в Институте повышения квалификации преподавателя общественных наук дипломником по, так сказать, трудовому кодексу. Он по трудовому кодексу подал как диплом и Федотов подал как диплом. Они получили хорошие, отличные оценки. Вот, так что в этот момент как раз решили у нас отбирать, от нашего института, входящего в университет, отбирать и передавать на юридический факультет дипломников наших. И Шейна передали на юридический факультет, поэтому он получил свою четверку не у нас, не в Институте повышения квалификации СПБГУ, а на юридическом факультете СПБГУ. И совсем хорошо. Поэтому потом мы решили, что надо пойти дальше. И создали временную профсоюзную партию. Российскую партию труда, РПТ. А как ее создали? Шейн председатель. Теперь руководители профсоюзов, заместители. Ковалев заместитель председателя. Теперь Курочкин заместитель председателя. Наш профсоюз Докеров председатель тоже заместитель председателя. Меня там избрали секретарем. Золотов Александр Владимирович входил в совет. Ну, у нас, правда, есть Рабочая партия России, но это же вот эта политическая партия, которую мы зарегистрировали, это настоящая партия, в том смысле, что она юридически зарегистрирована. А наша Рабочая партия Россия, она и сейчас на правах общественного объединения. Вы к нам придете и спросите, а вы зарегистрированы? А зачем нам регистрировать? У нас общественное объединение. Вы сделаете общественное объединение, напишите «Зеленое солнце» и работаете. А вот любим мы рабочий класс и работаем в пользу рабочего класса. Или друзья газеты «Народная правда». Мы друзья газеты «Народная правда». Да. Это тоже. И такое общество есть, общество друзей газеты «Народная правда». Поэтому вот некоторые люди все время говорят, что мы малой демократии. Ну, нет, у нас не малая демократия, у нас, пожалуйста, вот. Мы хоть, так сказать, недовольны, так сказать, в основном недовольны позицией правительства, но мы не можем сказать, что нас преследуют. Чем нас преследуют? Никто нас не преследует. Другое дело, что когда мы в «Народной правде» написали под А.М. Пуч Ельцина, когда он стрелял по парламенту, то есть перешел на фашизм и раздавить гадину, нас на 40 дней остановили. Приостановили. Ну, нас приостановили, а мы на 41-й день пошли опять. Вот и все. Так что газета «Народная правда» существует в этом плане с 91-го года, и она и публиковала этот самый проект. И, скажем, проект, проект договора докера. Первый контрейнерный терминал захотел опубликовать договор. У нас договор. «Пожалуйста». Ну, мы, они оплатили, это большие затраты. И вот в виде, так сказать, надписи над заголовком был коллективный договор. Потом заголовок, потом подпись главного редактора. Все. Хорошо. Вот. То есть, я хочу сказать, что, во-первых, профсоюзы поддержали эту идею. Наши еще старые профсоюзы о выборах через трудовые коллективы, поэтому не надо их вот просто клинить. И в-третьих, я сказал, что само ФНПР не представило проекта своего. Там 8 человек представило, подписались. Но. И они вообще собрали, когда мы съезд всех рабочих профсоюзов в Москве, они прислали своего секретаря Серегина и говорят, а он говорит, мы, конечно, не будем выдвигать свой проект, но мы будем давать замечания. Никакие замечания они не дали, но так сложилось, сложились события, что вот вот эти множество всяких проектов Трудового кодекса, они как бы отвали, ну, в каком смысле отвали, они не конкурентные оказались, а конкурентные оказались два проекта. А это, во-первых, проект Трудового кодекса, который мы подготовили, который назывался проектом Фонда рабочей академии, депутата Шейна, депутат Шейн его внес, а перед ним было влияние, а перед ним еще были депутаты. Он в трех так сказать, составах Дума, в трех составах Дума это все двигалось. И двигалось так, что пришлось создать комиссию такую правительственную в голове с депутатом с Лиской, и эта комиссия подергала из разных проектов все хорошее, в том числе действительно хорошее, и в том числе из нашего проекта, в том числе и то, что надо 23 февраля сделать в выходной день. Это, думаю, предлагали больше никто. И в итоге они получили больше голосов. Но мы тоже очень много получали голосов, и в день, когда решался вопрос в Думе, докеры приехали и устроили там митинг, прямо на площади перед гостиницей Москва и перед Думом. Там теперь поставили домик, через который надо пройти, чтобы получить пропуска, билеты, там теперь попробуй, сделай митинг. А там было раньше свободно и хорошо. Вот теперь так это было сделано. Причем Жириновский пролезал через этот митинг. Ну, его спрашивают, а вы за какой проект? Он не за наш. Ну, его какая-то бабушка палкой стукнула во главе. Он воздержался при голосовании. А один представитель «Единая Россия» проголосовал на наш проект. Мы получили 189 голосов. 189. А надо было где-то 225 для победы. Но на победу рассчитывать, конечно, трудно. Но вот благодаря тому, что мы этот вопрос поставили не как против, а как положительный проект. Мы, во-первых, что этим самым сделали? Мы подвинули этот проект очень сильно, потому что слизки содержал многое из того, что они вынуждены были у нас взять для того, чтобы не пропасть. Это во-первых. А во-вторых, мы как поставили вопрос? Вот теперь берите этот проект и всё это, то, что вы не получили в виде думского закона, вставляете в коллективный договор. Кто вам мешает это делать, проекты? Вставляете и стали вставлять. То есть, из вот этого минуса, который был тогда, благодаря такому диалектическому подходу, мы пришли к тому, что сказать, что сейчас положение в смысле право плохое, ничего подобного. Вот, пожалуйста, сейчас, если вам не выплачивают зарплату, вы садитесь, но сначала пишите бумагу, дорогой Дмитрий Олегович, я вас информирую, что я, поскольку не получил зарплату, приостанавливаю свою работу до выплаты и имею право сидеть и ждать, когда мне на блюдечке лотой каёмочкой принесут. То есть, мне должны теперь написать бумажку от работодателя, что, уважаемый Михаил Васильевич, завтра выходите на работу, вам завтра будет улучшена зарплата. Вот, если у меня будет такая бумажка, но для этого я должен тоже вначале написать бумажку. Бумажку напишу и хочу, вот, читаю книгу Мазару «Развитие работников современной России». Так не было времени, а тут как раз я всё равно сижу, зарплаты всё равно нет, а уж если я не за зарплату, а это уже это моё дело, чуть-чуть тут сижу и читаю. Я кончил эту книгу. Вот «Развитие профсоюзного движения России». Самая лучшая книга по профсоюзному движению России, я думаю, и в мире Золоток написал, потому что развитие профсоюзного движения России это же потрясающая вещь. И всё здесь это всё изложено, и в том числе и то, что я сейчас рассказываю, потому что здесь и примеры, пожалуйста, и фотографии забастовка докеров, и здесь российский комитет рабочих, то есть это очень ценная и очень хорошая книга, которая не где-то там за морями, за лесами, а Золотов Александр Владимирович написал. Ну и в итоге прошёл всё-таки другой проект, прошёл другой проект, а у нас была сделана партия труда, которую создавал товарищ Шейн. Потом товарищ Шейн решил пойти в губернаторы Астрахани, мы его от этого отговаривали, но он как-то не могли его говорить ничем. Никакой, ни диалектика, ни формальный логика, ничем. И раз так, значит, тогда у нас обсуждалось, я предложил такую вот резолюцию для Совета, как секретарь РПТ, Российской прав, партия труда, единственный который был. А, между прочим, председатель Совета был, товарищ, который возглавлял профсоюз СОСПРОФ. Вот я предложил такой проект, что если представитель профсоюза работников не может быть кандидатом на пост государственного чиновника. Куржазного государства. И большинство проголосовало. Ну, тогда решительно началась нервная болезнь, и даже просили меня с ним поехать в Астрахань, где он жил. Я поехал с ним в Астрахань, скупался в Волге. Вот. Потом он у меня жил некоторое время в разливе. На даче мы тоже его успокаивали. Ну, дело кончилось с тем, что туда он не попал, да, то он все равно теперь снова стал депутатом. И сейчас он является одним из руководителей уже не Федерации профсоюзов России, как, например, Ковалю, а Конфедерации труда. Некоторые товарищи не различают Федерацию и Конфедерацию. Если вот мы в Федерации, скажем, есть, то в Федерации, если большинство проголосовало, значит, для всех это закон. А если Конфедерация, вы проголосовали, ну и делайте. А я, Павел Павел Павел, не буду это делать, потому что это Конфедерация. Мы просто вместе собираемся, вместе разговариваем, друг друга информируем. Но вы не можете меня никаким большинством заставить, потому что я, польский, не позволяем объявил, не позволяем и все. Вот не будем мы это делать. А вы делайте, пожалуйста, вы как хотите. А мы хотим дружить с администрацией. И дело в том, что докеры дважды отзывали своего бывшего председателя, то одно, потом второго. Что туда приезжаем, он говорит, я в Думу, я в врачу пойду, с нами не встречается. А он идет, встречаем мы его в Думе, там ловим и так далее. То есть, он даже те документы, которые нужно было сдать, куда положено, не сдавал. То есть, предательство в этой среде платных профсоюзных работников широко распространено. И тот же самый Моисеенко, который активно участвовал вот в этой деятельности проведения Трудового кодекса, председатель РПД, потом вдруг подал иск, оказывается, он деньги получал, себе в зарплату вставлял, так сказать, как бы увеличенные деньги, потому что у него такая трудная работа, не такая, как у докеров, которая в трюме, а он сидел тут вот рядом, бумажкой перекладывал и у компьютера сидел, что он, так сказать, нажал на коэффициент, который больше, чем у докеров. И все, с субботу и воскресенье, потому что глава болит, с субботу и воскресенье он думает о профсоюзной работе. Круглосуточную. Вы сейчас вот думаете о профсоюзной работе, о своей работе, ну, надо платить деньги и так далее. Короче говоря, получилась такая картина, что мы с Федотовым были от профсоюза докеров, он и я, я только консультант профсоюза докеров был, мы были назначены двумя защитниками профсоюза и защитили его, и проиграл этот Моисеенко. Ну и нет, его и умер, никто его хорошим, добрым словом особенно и не вспомнит. Я вспомнил его добрым словом, он участвовал и хорошо участвовал, но, видимо, это какой-то, когда нет такой вот идейной прочности, поэтому в связи с этим мне приходит не теоретически, а практическая мысль, что если нету партии, которые присланились к профсоюзу, если она не стоит твердо, если нет идейной позиции, сегодня он за, а завтра он решил заработать и ушел на ту сторону. Тем более, что деньги он все время получает, и деньги большие, а работа более легкая, чем у его товарищей, которых он представляет. Хотя есть такие героические люди, как Сергей Анатольевич Ковалев, который просто, ну, образец настоящего борца. настоящего борца, и мы все время с ним поддерживаем связь и контакты, и, так сказать, он нам помогал всячески, и мы ему помогали, когда надо. Так что, это вот очень здорово. вот такова история наших профсоюзов. Некоторые профсоюзы ориентируются на Запад, потому что у нас были американские компании от Форд, и на Форд Мотор Компани там был свой профсоюз, который по существу действовал, так сказать, в контакте с американскими профсоюзами, а не с нашими. Поэтому влияние такое, скажем, и многие другие профсоюзы, которые кажутся очень живыми и хорошо организованными, например, профсоюз действия, из каких-то источников получают деньги, а не из карманов тех людей, которые сами зарабатывают. Не со взносов. Не со взносов. Поэтому кто как, я точно не знаю. Но знаю точно, что деньги эти есть, и здорово, так сказать, хорошо получается в этом профсоюзе. И юристы есть, оплачиваемые. А есть у рабочих достаточно денег на оплату юристов для проведения судов? Или для того, чтобы у них юристы выступали? Не очень. Не очень. Мы выступали, я и Казенов профессор, и Гавшин. Ну, мы выступали на общественных началах, когда нужно было защитить нашего товарища. А если такие, и некоторые тоскуют, дескать, вот у них, вот хороший профсоюз, у него есть юристы, это же надо деньги платить. Давайте деньги, вам сразу прибегут куча юристов и будут вам помогать. Я, поскольку у меня ученый звание профессор по кафедре экономики и права, и я был на кафедре экономики и права, преподавал Институт повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете, я хочу сказать, что эти самые платные юристы, они, как правило, люди, которые за что заплатили, за то и бьются. И более того, даже очень хорошие люди, с которыми я работал и которые помогали из юристов, они, как себя ведут, они стараются не портить отношения с судьей, с прокурором. Почему? Потому что я тут выступил и пошел домой. А, это их работа. Они с этого поля получают, с этого поля зерно свое. Поэтому денежки они получают. Поэтому с ними говоришь, так, вот вы сегодня встанете и скажете, что у нас нету третьего лица прокуратуры Санкт-Петербурга, когда мы судились по народной праве. Он говорит, да, да, мы встанем. Но я знаю, что они не встанут и не будут. Судья говорит, вот третье лицо. Я встал и говорю, нет у нас третьего лица. Третье лицо, нет такого решения, что будет третье лицо. Тогда так вот улыбается суда, я говорю, а это уже северо-западный округ федеральный. Говорит, ну, извините, это ошибка. А через неделю приходим и опять собираю этих юристов. И то же самое сговорю, вы встанете и скажете. Я говорю, да, встанем, скажем. Но я-то знаю, что они не встанут и не скажут. Они не встанут и скажут. Опять судья говорит, у нас третье лицо. Я встаю и говорю, у нас нет третьего лица. Потому что нет такого решения. И никто и не подавал. Это ошибка. Улыбается судья. И больше они это не вывешивали. Рассказывал мне мой товарищ, бывший главный редактор, передо мной основатель газеты «Народная правда», доктор экономички от наук. Долгов. Он рассказывал так, что его тоже пытались куда-то запутать в какие-то дела уголовные. Мне приходилось быть у него защитником. Но не без этого. Газеты – это такое дело. Тем, кто раздает газету, это еще не так страшно. И вот однажды в клетку заключили прокуратура. А я показал свое удостоверение, что я профессор по гайтеру экономики и права пошел к судье городского суда, председателю. Говорю, а что это у вас профессоров вы сажаете в тюрьму? Как это вы сажаете? Да вот так вот сидит профессор Долгов. Как это могло случиться? Да так, Ему никакой повестки не прислали, что он должен явиться. А потом обвинили в том, что он не явился, и тогда его раз и в клетку. Слово говорит, да выпустим его из клетки, выпустим. И был еще случай, когда его уголовные ответственности хотели привлечь. И он 10 дней посидел в тюрьме, поэтому я когда с ним общаюсь, говорю, что ты, конечно, настоящий революционер, я-то все больше разговоры, и никто меня никуда так и не посадил. Сколько я уже чего только не наговорил. Но я очень аккуратно, конечно, выступаю. Ты тоже аккуратно выступаешь, но тебя посадили. Так у него была очень хорошая защитница, толповая, юрист. Потом ему звонит, говорит, а там же, если у меня есть юрист, то могут прийти люди и этому юристу предложить в два раза больше, чем я даю. Как вы считаете, это нормально для капитализма? Абсолютно нормально. Нормально, если человек больше в три раза дает. И почему тогда она должна за меня цепляться, когда она лучше выступит против и получит свои деньги. Она же за деньги работает. Это я не за деньги работаю. Я, так сказать, юридическим вопросом занимаюсь только на общественных началах. Никаких денег. У меня, потому что деньги я получаю за пропаганду марксизма. Так сложилось. Тут у меня никто ничего не отнимает, никто меня не преследует. Пусть не рассказывает, что у нас очень все плохо в России, что у нас нет демократии. Есть демократия. Всю жизнь я только преподаю только марксизм. И вот Степан Степанович на всякий случай записывал. Был другой товарищ, который записывал. У меня все лекции, которые я читал в университете, записаны на тот случай, что если скажут, вот такое вы сказали про президента или про премьера или еще, что за такое, я скажу, не надо, давайте берем сейчас и починить. А поскольку мы еще и выкладываем их, во-первых, очень много выложено, во-вторых, они все знают, что этот номер не пройдет. Ну так вот, возвращаясь к этой юристке, она говорит, я завтра уже не приду ты не придешь, потому что ты же у меня адвокат. Нет, говорит, я к вам не приду. И все, ушла. А почему? Ну, потому что ей предложили другие деньги, другие люди. Поэтому вот эти все надежды на этих самых адвокатов, что юристы, что вас спасут представители буржуазии, надо их бросить, товарищи рабочие. Очень вас спрошу. Не знаю, чем может быть, я тут и не прав, а вы, наверное, правы. Вы думаете, что если вы именно наймете какого-то адвоката, ну вы со своими деньгами, ну много вы дадите, подумайте сами. Вы же из-за чего, так сказать, всю эту бучу подняли, что вам мало платят. Если вам мало платят, значит, вы много-то не можете дать. Так что отсюда то вывод какой? Вот я вроде много, так сказать, рассказал вокруг, но из этого вывода один, что вы должны сами опираться на собственный коллектив, на собственных товарищей и действовать грамотно. А действовать грамотно, это означает, закон не нарушать. Вот, по закону действовать. Потому что, вот, например, по закону, я сказал, что вот зарплату, когда вам не платят, то вот по закону можно делать вот так. Теперь, если по закону написано, что вот в 130-й статье, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня заработной платы, реального задержания уровня зарплаты, требоваться можете на законном основании. Другое дело, что ответственности никакой за это выполнение статьи нет. Но ваши требования-то законные. А раз требование законное, вы можете спокойно его включать в свой проект коллективного договора и ставить там цифру 2% плюс к росту инфляции или 3%. Если инфляция там 3%, то вы 5% пишите рост зарплаты. Если она 5%, 7%. Если 7%, 15%. Это ваше дело, сколько вы написали в проекте. Короче говоря, надо организовываться снизу. Вообще, вся победа, и вообще у всех богатырей всегда было что? Почему надо к земле прислоняться? А если вас оторвали от земли, и все, и пропали. Как известно, это известно и в разных сказаниях древнегреческих и других. Поэтому не надо отрываться от земли. Значит, надо, во-первых, изучать трудовой кодекс Российской Федерации, он дорого нам стоил, и в нем много хорошего. Я убеждаю, я убеждаюсь каждодневно, его не знают, не читают. Или возьмут читать книжку вот какую-то вот такую о правах и обязанностях. А это кто-то написали юристы, которые на этом получили большие деньги. А это ничего не значит, что они наговорили. Их совета ничего не значит. А важно, что является в законе. А закон тоненький. Тоненький закон, прочитали и действуйте по закону. А что написано в законе по поводу коллективного договора? в коллективном договоре не может содержаться то, что ниже, хуже, чем в законе. Поэтому, если там какие-то условия хуже, чем в законе, это не может быть. Одно исключается. А лучше, пожалуйста. Поэтому творите, что хотите, туда вписывайте и действуйте. А как вы можете бороться? Если кто-то скажет, что у нас не дают, но диспетчерам вообще ничего не давали, ничего не давали, то потащили их в Новосибирске в суд и говорят, что мы вам запретим голодать. Выступает товарищ Кавалю на суде и говорит, ну что, вы запретите голодать. Ну, они будут переедать. И я хочу сказать, вот они сидят три торта и пойдут на работу. И результат будет тот же самый. Или встречает он однажды меня в метро аэропорт, а я ему книжку привез с материалами Российского комитета рабочего. Он говорит, Михаил Васильевич, у нас сегодня Спартакеада. Я говорю, что это он вдруг такой заинтересовался в Спартакеаде, профсоюзной, работник такой, выдающийся. Вы не понимаете, что я не понимаю? Ну, что вы не понимаете? Потому что весь профсоюз бежит, потом идет к врачам, потому что ему на работу надо через врачей, только если врач запускает. А у него давление, то, сё, пятое, десятое. И раз, и шестьдесят процентов или семьдесят процентов только допускаются. Врачи не допускают, они рвутся. Нет, я пойду. Нет, не пойдете. Нет, я пойду. Что я за вас отвечать должна? Я же. Уголовная ответственность у меня будет, если я вас допущу, я вас не допущу. И у нас так строго эти делают медики. Поэтому, ты еще раз говоришь о том, что все люди делятся на таких людей, которые борются и придумывают, как лучше бороться коллективно. И объясняют, почему они этого не сделали. Поэтому, хотите бороться коллективно, читайте Трудовой кодекс, обязательно прочитайте. И раз, и два. Я несколько раз читал. И должен сказать, что еще было полезно прочитать. Тем более, что многие вещи можно делать. То есть, что, скажем, трудно сделать в виде прямой забастовки, долго готовить ее. Ну, и то, что долго, это неплохо. Вам не надо торопиться. Пока вы готовите, вы работаете с коллективом. Но, кроме нее, пожалуйста, вы захотели какую-то акцию сделать. Вот, утром вы приходите и смотрите, а у вас неисправно ваше оборудование. Средства производства, станок неисправен. А вы можете работать в неисправном оборудовании? Вы знаете, что это уголовное преступление? Ну, или там перчаток нету. Ну, или перчаток нет. Как это? Без перчаток, без соответствующей одежды, без спецодежды. Пишите бумажку, приостанавливай. Только не останавливай работу. Боже упаси, установить. Остановить. Приостанавливай. Видите разницу? Вот сейчас я выступаю, а если я сейчас скажу, я останавливаю, вы скажете, что за скандал? Мы только начали смотреть, вы, значит, остановили, лучше тогда не приходите. Поэтому я просто приостанавливаю. Приостановку закончил. А насколько вы приостановили? Это ваше дело. Насколько вы будете? Вы приостановили до того времени, когда исправят все вот эти нарушения. Исправьте. А это может быть до обеда. А в обеду с удовольствием садитесь на свою технику или там становитесь к танку и очень хорошо работаете. И почти всю норму выполняете. А у докеров еще было, вот если они за короткое время выполняют норму, у них еще доплата, еще и больше получите в этот день. Вот такая картина. Или, скажем, техника безопасности. Ну, как вы, если у вас вот нет этого, 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 вот такие нарушения. Вы читали документы по технику безопасности на вашем рабочем месте? Я не на вашем рабочем месте. У меня техника безопасности нет. Ну, что со мной сделается, если я вот, вот у меня рот открыл, закрыл, рабочее место убрано. Поэтому нет у меня такой проблемы. Нужно я споткнусь, когда, наверное, с трибуны буду выходить. А у вас техника безопасности. И кислота, и масло, и бензин, и, так сказать, всякого рода щелочи. Ничего только нет. И кругом у меня в отца он придавило голову к рульгангу. А рульганг зажало между рульгангом и бетонной стеной. И он в 50 лет и умер. А я его пережил уже на 28 лет. Так что разные вещи, разные работы. Но у вас работа-то в основном у рабочих какая? Не такая, как у нашего брата, который, так сказать, вот языком работает. Поэтому как вы начали работать, а у вас там вы не знаете правил. сидите, читайте. Вы нашли, сидите, ждете, когда они выполнят. А что вы не работаете? Жду, когда выполнят все нормы. Как выполнят, сразу будут погонять. Почему так медленно выполняете? Давайте, давайте, скорее, надо работать. А вы тут все тут и технику еще не подготовили, и то, сего. Если вы будете все это знать, то, как вы понимаете, все будет очень хорошо. Михаил Васильевич, вот говорим о современном состоянии профсоюзного движения России. Понятно, что взяли период, начиная с момента борьбы за новый трудовой... И он, этот период, не закончился. Кодекс у нас пока остается этот, но уже некоторые товарищи из КПРФ сказали, что у них есть свой проект. Хочу сделать комплимент КПРФ. Когда началось голосование в Думе по нашему проекту и по другим, КПРФ, поскольку у нее вдруг никакого не было, она встала перед выбором или за правительственными проектами, или за проект Фонда Рабочая Академия. Она проголосовала за проект Фонда Рабочая Академия. Поэтому очень может быть, что какие-то могут быть хорошие предложения, но я очень сомневаюсь. Я понимаю, что борьба, она идет постоянно, и я понимаю, товарищи тоже это прекрасно видят, борьба идет постоянно. работодатели пытаются в силу отсутствия противодействия со стороны работников и рабочих ухудшить условия работников и рабочих и улучшить условия эксплуатации для себя. То есть, грубо говоря, еще забрать у рабочих время, условия, не обеспечить их какими-то там материалами, какой-то техникой, постоянно пытаются отжимать, отжимать все больше и больше. Вот вопрос такой, вот мы видели, как вы рассказали, как велась борьба за проект трудового кодекса, который действует сейчас. Этот проект прошел три государственной думы и был принят. Принят не потому, что вот так... Нет, он не был принят, но он повлиял на итоговый проект. Я имею в виду, тот трудовой кодекс был принят, и в этот трудовой кодекс вошло то, что стало результатом борьбы новых российских уже профсоюзов, да, и в дальнейшем работники, рабочие и собственники средств производства регулировали свои отношения посредством этого трудового кодекса. Понятное дело, что то, что там написано, многое не исполняется. Оно само и не будет исполняться. Оно само и не будет исполняться. Это написано для вас. Если вы не будете за это браться и требовать этого исполнения, то оно и само не будет. Вот вопрос именно такой, что вот современное состояние. А есть ли известны ли какие-то случаи борьбы, организованной борьбы рабочих за то, чтобы отстоять свои интересы, ну и в данном случае просто права юридически зафиксированные, потому что насколько это вижу я профсоюзное движение по большому счету СПИД. Ну а я хочу вам сказать, что именно те флагманы, которые у нас были, о которых я говорил, они продолжают коллективные договора как есть, убавить диспетчер, так они и есть. Как у них там записано в коллективном договоре, что раз в году семья может полететь с семьей целиком в любую точку земного шара и вернуться бесплатно назад, так и записано. И если у них удлиненный отпуск, записан так он и соблюдается. Поэтому и кто хочет, так сказать, приобщиться к тому, что он делает, пускай набирает, так сказать, сайт по федеральному профсоюзу авиадиспетчеров и смотрит. Они все сохранили и, так сказать, это борются. А если кто-то не борется и не хочет делать, как делает авиадиспетчер, ну это их дело. Они же не могут заставить. Если придут авиадиспетчеры и нас будут заставлять, или у докеров. У докеров часть оказалась так, что один из председателей, этот Моисенко, который в свое время был зампредседателем этой партии труда, он посидел 10 лет председателем. Ему это понравилось, и он стал себе приписывать зарплату. А как? У них там коэффициенты были? Ну, дескать, что он когда не столько, зарплата Докера, а умножили на 1,1. И это вот наш товарищ Федотов обнаружил. Мы тут поставили о нем вопрос. А он подал в суд на свой профсоюз. На свой профсоюз, чтобы ему деньги вернули миллион. И он как считал, что если я вот, как мы сейчас с вами, у меня сейчас свободное время, я так понял, что и у вас еще рабочий закончился. Так если мы сейчас вот работаем, если мы сейчас профсоюзно работаем, не освободенные, значит нам за это должны платить зарплату, как он прослуживает. А зарплата за такие вещи немаленькая. Раз немаленькая, вот он эти деньги и получал. А у них коэффициент 1,4 у тех, кто в трюме. А он значит больше этого коэффициента. Сидит у компьютера, а Рашид он буллдокером. То есть вот люди, поскольку некоторые говорят, а я вот буду только в профсоюзе в партии не буду. В партии сложнее. В партии человек как бы он за идею пришел. Но он не просто на горбушку хлеба. Он должен твердо. И то в партии некоторые предают и изменяют. Это бывает. Но не так часто. А в профсоюзе это обычное дело. Хороший был человек, хороший рабочий, стал профсоюзным боссом. Сидит теперь в кабинете с хороших отношениях начальство его оплачивает. Потому что два есть варианта. Или профсоюз оплачивает ее, может начальство. Некоторые идут по линии, что сэкономим для профсоюза, начальство оплачивает. А раз начальство оплачивает, то он все, уже это самая обезьянка, которая будет служить этому начальству. Вот это состояние такое, что мы в другой этап не перешли. Поэтому профсоюз докеров, вот есть вам товарищ Лазарев после того, как мне сообщил председатель профсоюзной организации первого контейнерного терминала, что есть новые коллективные договоры, они готовы передать нам для работы. Поехал Вячеслав Михайлович, получил и привез его, и пожалуйста читайте. Поэтому когда рассказывают ни у кого нет коллективного договора, кто боролся за коллективный договор, у тех у всех есть. Мы можем предоставить книгу изданной коллективный договор первого контейнерного терминала, всем, кто попросит, вышли. Книга, сейчас свежий коллективный договор, еще не кончился, а книга, потому что по договору они должны распечатать эти самые руководители, хотя никто не ограничивает докеры в том, чтобы распечатывать и раздавать. Они почему нам дают? Потому что они рассчитывают, что другие будут действовать, а другие только ноют. Я бы сейчас сказал, что у нас состояние такое, основная масса или делает вспышки индивидуальные и сразу получает по голове. Потому что никогда одиночка не выиграет в этих экономических вопросах. Потому что вы по сравнению с капиталистом, это вы все равно, как один пехотинец против танка современного. Вы хотите его победить? Все у вас в руках. Невозможно. А профсоюз может выиграть. И профсоюзы выигрывают. Вот и все. То есть те люди, которые выигрывали, есть у диспетчеров, есть у докеров, у всех, у тех, кто умеет бороться и бороться, у всех все есть. А у тех, кто не умеет бороться и не борется, или борется в одиночку. Вот я считаю, что те, кто борется в одиночку, это хуже штыкбекеров. Они потому что запугивают своей судьбой всех остальных. Дескать, я начал в одиночку, меня выгнали, или все отняли. Вот тот со мной разговаривал и перепугался, и тоже убежал. А как вы думаете, а как возможно ли этот переход, и как он осуществляется, когда профсоюз, люди, которые состоят в профсоюзе, осознают то, что им действительно надо побороться, и начинают это делать. Потому что все, что мы видим, там, там же очень много работников, которые относятся к профсоюзу, как к обычному, как выдают открытки. Давайте возьмем международный опыт. Либористская партия, это что такое в Англии? Это какая партия? Либоро рабочие. Так что Либоро это рабочие? А кто там? Там профсоюзы прямо пачками туда состоят. Это чья партия? Это буржуазная? Буржуазная. Ну так если вы хоть какие у вас профсоюзы, вы будете рабами этой самой буржуазии. Поэтому если кто думает, что вы обойдетесь одними профсоюзами и профсоюзами решите вопрос, не решите. Потому что профсоюз это необходимое звено. Без профсоюза вы коллективный договор не заключите. Даже если у вас партия есть и партийная организация на заводе. Не заключите. А если у вас нет партийной организации и нету даже нескольких человек, которые готовы не просто на сегодняшний вечер быть на позициях рабочего класса, а еще и завтра и послезавтра. Вот если у вас таких нету, а это члены партии, потому что члены партии идут в партию не на 5 лет, не на 3 года, а на всю жизнь. А если они оттуда выходят, то их выгоняют оттуда, если они предают или продают интересы рабочего класса. Поэтому этап сейчас такой. У нас было 18,6 миллиона коммунистов, когда был Советский Союз. Ну, скажу, все так много было, это слишком много, это не надо было, они не были очень многие ненастоящие коммунисты. Ну, а вы думаете, что без партии можно, вот в современном мире без партии можно выиграть, ну, это просто детский сад, просто детский сад. Я согласен. Поэтому пока не будет партийных организаций, успеха большого не будет. Я сейчас рассказывал о таких организациях, например, в Борду было 3 докера, 3 докера в 20-летие профсоюза докера, они приходили чокнуться. Мы, антикоммунисты, но хотим за вас выпить, потому что они видели, что самыми хорошими борцами за заключение коалитивного договора были члены партии. Константин Васильевич Федотов, Евгений Петрович Тимофеев, и товарищ Рысях. И товарищ Юрий Рысях. Не помню, лучше. Юрий Петрович Юрий Рысях. Да. Трое, три человека были. И были еще товарищи, члены партии, которые помогали. А это все работники редакции Народной Правды. А я официальный консультант, я сейчас официальный консультант первой профсоюзной организации докера, первого контейнерного терминала. Поэтому у меня информация из первых рук. Но вот если мы говорим о Федеральном профсоюзе диспетчеров, там есть партийное влияние, это понятно, но... Нет там партийного влияния. Партийное влияние у нас есть только такое, что мы в большой дружбе, я и профессор Золотов с председателем. А членов партии нету ни одного. Но тем не менее у них хорошие коллективные договоры, они добиваются своих грехов. Да, но это большая редкость. Большая редкость. То есть, то, чтобы условия у них самые тяжелые еще. Я имею в виду, что сфера, в которой они работают, вот авиаперелеты, позволяет им очень серьезно диктовать свои условия. Но позволяет их очень крутить баранье руку. Сколько раз они с ними судились, они делали голодовки. То есть, они, в том числе, была здесь в Ленинграде, диспетчеры делали сухую голодовку. Только воду пили. Вот приходили они там, соцпроф имел помещение недалеко от Чернышевской. Я там присутствовал, с ними беседовал. А они попьют, посидят и все. И никакой еды. То есть, люди, но все, но они на этом настроены, они коллективно действуют, коллективно. А не то, что один будет выступать, а другой во время жевать. И человек приходит и говорит, а у вас все равно ничего не получится. Дмитрий Олегович, что вы делаете? Ничего у вас не выйдет. И весь жар души направляет на то, чтобы доказать, что у вас ничего не будет. Вот я думаю, что, поэтому, если думать о том, чтобы превратить, так сказать, вспышки такие отдельные, что вспышка такая подъема профсоюзного движения стоит большой угрозой была. Если мы сейчас не наладим это, то есть, чтобы известная часть людей была, чтобы на каждом заводе была партийная организация. Это эти люди, которые подрядились служить рабочему классу не в ближайшие недели или месяц или год, потому что больше от члена профсоюза ведь не требуется. Пока я плачу, потом я решил, Дмитрий Олегович, я это не буду в профсоюзе, я пошел. Вот если такое я пошел, если у вас, если у вас, так сказать, будет так, что командир корабля куда-то взял, спрыгнул с парашюта и оставил ваш самолет, то, как вы понимаете, судьба тех, кто летит, незавидная. То же самое и с машинистами, поэтому их двое, по крайней мере, есть, потому что один друг зрефит, а второй, может, останется подвое. Но хотят сократить тоже. Говорят, зачем два? Один уже будет рулить, а он уже один пал в кому, поезд сейчас идет навстречу другому поезду. Это все так получается. ситуация сейчас непростая, то есть, если вы не создадите, кто должен создать партию? Кто? Партия. Партию создает рабочий класс. Вот рабочему классу, рабочему классу, я информирую, рабочий класс, потому что, если вы не создадите, у вас будут большие проблемы. А виноваты будете? Вот мы сейчас, как говорится, с Дмитрием Олеговичем, так сказать, себя снимаем, ответственность, вы вас предупредили, а вы будете виноваты. Морально. И материально. А материально вы пострадаете, понятно, вы прекрасно понимаете, что пострадали. Так уже страдают, постоянно страдают. Но я вот везде выступал, и золотом выступал, и везде против этого самого удлинения, понимаете, их работы. Сокращение. Люди уже болеют в этом возрасте. Болеют. Некоторые умирают. Сейчас половина людей умирает, не дожив до пенсии. Это отличная идея. Пенсия достается государству. А чьё государство? Буржуазное. Ну, вот я думаю, может быть, придут люди со спецоперацией, которые более решительные, более твёрдые, не такие пугливые. Ну, совсем уже, запуганные люди. Чего вы боитесь? Вот показывают люди. Те, кто горят, совсем выиграют. А те, кто не борются, с ними поступают, как с лягушками. Наступают, и всё. Наступают. Слабых не терпят. Поэтому, ну, я вас не призываю выступать в одиночку, наоборот. Весь смысл моего выступления в том, что выступать надо коллективно, действовать. Коллективно. Создайте хоть маленький, но профсоюз. Нет профсоюза. Создайте комитет. Хотя бы пять человек. Создайте, учредите профсоюз. Сразу начинают. Мы хотим его зарегистрировать. Зачем его регистрировать? Зачем его? Не обязательно регистрировать профсоюз. Вы собрались в Питером. Вот вам профсоюз. Напишите протокол, что мы собрали, собрали такого-то числа, собрали и учредили профсоюз. Какое название хотите, такое и давайте. Будет у вас 60 или 100 человек, или 120. Будете думать, куда войти. Может быть, в Федерацию профсоюзов России. То есть, с вами считаться будут. А кто сейчас с вами будет считаться? Не только с вами не считается. С вами профсоюзные объединения, крупные, серьезные, тоже не будут считаться. Нам эти пятерки, тройки, двойки, которые хотят бороться, не нужны. Нам нужны, ну как, в армии нужны палки, соединения, армии. А это что такое? Это вот будут два-двое бежать и говорят, нас побили. Ну, значит, побили, значит, по делу. Значит, не умеете сражаться. Хотя, я хочу сказать, что тот, кто умело борется, ничего с ним не сделает. Обычно, так сказать, люди делают глупости, и главное, что они пытаются действовать в одиночку. Ну, вот, скажем, что-то, что-то нарушено. Что нужно сделать? Вот, нарушено у вас. Что нужно сделать? Вот, нарушено, вы напишите, будете жаловаться, сказать, да не было такого. Это всё враньё, вы очерняете. Что нужно сделать? Акт надо составить. Умейте акт составить? Чтобы акт составить, надо, чтобы три человека, кроме вас, подписали, что сегодня. Они никакой позиции не занимают. Ни Иванова, ни Петрова, так, ни Попова, ни Виктория Олеговича, они пишут одно. Сегодня такого-то числа мы составили настоящий акт в том, что было то-то, состоялось то-то, то-то и то-то, и всё, и подпись. А потом его, так сказать, берёт товарищ, который заинтересован в том, чтобы, и везде его копию даёт, чтобы вот это состоялось такое безобразие. А если он этого не сделает, он скажет, это ты придумываешь, парень, что ты там выдумываешь, направь или нанесёшь? Надо действовать грамотно. А где учат грамотности? В партии. А как учат грамотности? Потому что, чтобы в партии, чтобы человек попал, надо, чтобы он взял обязательство пройти обучение в Красном Интернетете. Ты хочешь, не хочешь, тебя профессора будут учить. И профессора это за бесплатно наши учат в члене партии. Никаких денег не получают, выспавелось в свободное время, идут и, так сказать, и читают эти лекции. И доценты, такие доценты, как, скажем, вот Дегтярев, он врач, очень хороший, квалифицированный. Вы можете попасть к нему к врачу, а можете попасть к нему как председатель оргкомиссии, сопредседателя оргкомиссии рабочей партии России. Я вообще специалист по философии, доктор философских наук. Я выполняю функции в партии сопредседателя и главы. А почему сопредседатель? То, что у нас есть рабочий, тоже сопредседатель, врачи комиссии Шилов. Потому что у нас нет такого, чтобы кто-то из одних интеллигентов был бы председателем. Нет такого у нас. Нет ни председателя партии особого. И нет такого, чтобы хоть какая комиссия, где бы не было рабочих. Такого нет. И рабочие в любой у нас в организации, если не большинство, то большинство проголосований. Все сделано для того, чтобы вы, вот берите теперь, все готовое для вас. Можно сказать, что мы вас информируем, что все готово для создания могучей партии рабочего класса России, которая уберет все пороги и решит все вопросы с коллективными договорами. А если вы думаете без партии, ну это так примерно, когда, представляете, вдруг что-то с горы сыпалось огромное количество тысячи тонн земли, и вы туда пришли с лопатой. Это смешно. Ну, вдвоем с лопатой. Ну, тут бульдозеров нужно много. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, как подняться в России рабочему классу, а не о том, что я один, ну один, так если будешь ты ходить один, ну ничего, ты один не добьешься. И вдвоем не добьешься. Хотя, вот у нас есть опыт, мы фонд создавали, рабочая академия, обедненный фронт трудящихся, инициативное движение коммунистов. Мы действовали так, один человек, если он уже занял позицию, это пост. Фонд человек, это группа. И три организации. Три, это организация. Ну, а если организация есть, то еще три, еще три, еще три давайте. Поэтому, значит, докладываем вам, дорогие товарищи рабочие, все для вашей победы приготовлено. Что остается? Всего-навсего предстается ваша борьба коллективная. Все есть, все продумано, есть партия, входите, не хотите сразу, почитайте, подумайте, попозже придете. Все для вас, вся необходимая учеба ведется, все это выкладывается. Не надо рассказывать, что нам не дает буржуазия. У нас все, что мы вам рассказали, все выкладывается, все это есть. И все марксистское, и все ленинское, и все коммунистическое. А сейчас, чем дальше, тем больше. У нас Медведев зачитывает уже телеграммы Сталина, а вы все боитесь. Он же телеграммы Сталина пугает уже директоров завода. У нас уже отбирают заводы у тех, которые не хотят помогать товарищам, рабочим быть в борьбе. Поэтому, очень такая сейчас хорошая обстановка, и не забывайте, что у нас не просто буржуазная Россия, у нас такая Россия буржуазная, которая после социализма. Это единственное государство в нашем мире, в котором через все, через все буржуазное просвечивает социализм. И это наша историческая опора и основа. И поэтому, если вы эту опору и основу не используете, ну, это ваше личное дело. Заставить мы вас не можем. Вот мы, например, Дмитрий Олегович, никого не можем заставить, а помочь можем. Можем еще попробовать уговорить. Уговорить тоже можем попробовать, а мы и уговариваем. У нас, надо сказать, что у нас партия расширяется, у нас газеты издаются. Мы в 6-7 часов утра наши товарищи идут, и поскольку наша газета зарегистрирована, ее день рождения 91-й год, она зарегистрирована Министерством Печати и Информации. Вот, и учредителями является, в том числе, издателем является Фонд Рабочей Академии, который зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации, я его председатель. Мы все создали для того, чтобы, разворачивалось это дело. Все для вас подготовлено. Знаете, как бывает? Значит, шлюпки есть, весла есть, но если вы думаете, что мы вот с Дмитрием Олеговичем будем на всех этих шлюпках, бегать по шлюпкам и там где-то дергать за весла, ну, как вы понимаете, это смешно. Так не бывает. То есть, если сейчас, то есть, народ не поднялся. Народ иногда, так бывало всегда, то спад рабочего движения, то подъем, то спад, то подъем. Читайте вот Ленина, он рассказывает, вот сейчас вот подъем, а я потом спал. Вот в декабре 905-го года даже вооруженное восстание было в Москве, вот какой был подъем. И советы создавались. Потом подъем был в 17-м году. Поэтому это бывает, проходит и год, и два, и 10, и 15. А что должны делать члены партии? А члены партии должны думать не о том, какая волна, а о том, чтобы какая не была волна, выше или ниже, а свое дело надо делать постоянно. Мы постоянно работаем. Условия все сохраняем. Постоянно, чтобы люди, которые начнут бороться, имели все для своей работы. У нас есть книги, все напечатано, есть книга о советах, есть книга, называется, классовая борьба, в том, расписанной и проэкологическую, и политическую, и экономическую. Есть книга о профсоюзах, самая лучшая книга, какая есть о профсоюзах. Вот она, пожалуйста, о развитии профсоюзного движения России. Все это есть в библиотеках, все это есть в электронной форме, есть книга развития работников современной России товарища Мазера, который является сейчас ректором Невиновыческого института экономики, управления правом, доктор экономических наук. Это все наши товарищи, все есть. Ну, все есть у нас, ассиллерия есть, пушки есть, ну, как вы понимаете, если нет армии, армия сидят, вот мы, так сказать, там государство, оно ведь может просто призвать. Партии не призывают. Можно призвать, мы только можем в смысле призыва, призвать словец. А если вы не хотите использовать свой авангард, создать свой авангард, не хотите использовать все, что нужно для победы, ну, тут, как вы понимаете, это дело ваше, доставить маневр. Я просто вам могу доложить, что лично, вот, у меня положение очень хорошее. Я профессор, значит, мне пенсию платят, еще небольшую зарплату в другом месте, где я работаю, и так далее. Труд у меня легкий, в отличие от того, какой он, потому что рот закрыл рабочее место. Нет проблем. Поэтому, не о нас речь, не об интеллигентах, речь о рабочих. Рабочие должны, вот рабочие. И Ленин считал, что это вот дело рабочее, дело социализма, дело коммунизма, дело защиты интересов трудящихся, это дело самих трудящихся. Освобождение рабочего класса есть дело рабочего класса. А помощников у вас будет, и сейчас они есть, и они вот есть, и здесь присутствуют, и это все организовывают, и будут у вас помощники, и число помощников будет расширяться. Более того, помогают тем, кто борется. Тем, кто не борется, не помогает. Ну, как, если не будете вы, кто будет помогать? Никто не будет. Отвернуться от вас, корех, вы, так сказать, вы, какая история России, какая история рабочего класса России, и вот, так сказать, вы только одно найти, сколько можно найти, взрослые люди, взрослые, здоровые мужики, а вы никак не можете подняться и добиться того, что у вас по закону, как вот написано в 130-й статье, повышение зарплаты было выше, чем повышение цен. Это ведь в законе есть. Это даже есть, такой есть план, указ президента о национальных целях развития России. Там это написано. Семьи стали у нас, ну, что, половина, или не половина, больше половины, это такие ощущения, в которых один ребенок. Не воспроизводится население России. Ну, так же нельзя. А почему не производится, потому что денег? Это денег нет, потому что вы слабо боретесь. А кто виноват? Ну, мы виноваты все, и мы тоже виноваты. Ну, скажем так, мы недостаточно вас призываем. Вот, поэтому мы собрались. Поэтому вас призываем. Поэтому еще раз призываем, чтобы снять с себя ответственность потом. Если что, скажут, мы вам говорили, вам сказали, а вы все равно не сделали. Так что, вот, имейте это в виду. Я еще хочу порекомендовать такую вот брошюру МВППУ в политической составляющей социально-трудовых конфликтов, которая, я так понимаю, написана по тем лекциям, которые вы много лет читали в Санкт-Петербургском государственном университете. Нет, она написана по материалам того коллективного договора, который заключен докерами. А, в лекциях, я уже, рассказывал, о лекциях, они висят в интернете, там, два цикла политической составляющей социально-трудовых конфликтов и социально-трудовых конфликтов в современной России. Они все просчитаны, все записаны, все выложены. Все это преподавалось в Санкт-Петербургском государственном университете. Я за это получал зарплату, между прочим, меня за это хвалили. Я получил благодарность к своему 70-летию от ректора университета. То есть, я хочу сказать, что никто за это не преследует, не надо себя запугивать. Я просто хочу сказать, что это очень полезный курс лекций. Смотрится очень легко и очень доходчиво объяснена современная ситуация в рабочем движении, в России вообще и в частности разобранной политической составляющей социально-трудовых конфликтов. А вот эта вот брошюра, она, так сказать, кратко отражает все то, что в этих лекциях есть и что входит в содержание современных коллективных трудовых договоров. Если эта брошюра тоже кому-то нужна, мы можем ее тоже предоставить. Главное, главное, чтобы был настрой. Вот, наверное, вы знаете такую песню «Не кочегары, мы не плотники». Автор слов Владимир Котов. Я его лично знал, был у него дома и он у него лозунг был такой «Эх, порубиться бы в сласть за нашу родную советскую власть». Вот он, вот настрой, который должен быть. Вот настрой, который был у этого человека. Поэтому вот это нытье, которое все этим нытьем залито. Нам не дают, нам не платят, так хочу вам платить. Вам и не будет никто платить. Все то, что слабым не подают, слабым только поменьше будут платить. Еще меньше будут, еще отрубать будут. А как вы думали? Если вы не боретесь, так сказать, побеждают только те, кто борются. Те, кто борются, они всегда побеждают. Но если побеждают, то только те, кто борются. Потому что таких людей, которые не боролись, победили бы, нет. А капиталисты борются. Чего они только не делают. И деньги все сумасшедшие сделали. И взятки у них страшные, сумасшедшие. Один там в Москве нашелся, руководитель муниципалитета. Они вот 1800 объектов, недвижимости, более миллиарда денег. Ну, красота. Сейчас такое время, когда можно их немножко и порастрясить, тех, которые имеют миллиарды. Потому что сейчас время и у государства тяжелое. Оно тяжелую задачу решает. Поэтому такие жулики и прочие враги не нужны. Поэтому а тот, кто не развивает производство, враг. А кто не развивает производство? А кто рабочим не позволяет им улучшить свое плавито, тоже враг. Ах, ах, да. Ура. Ах, он враг. Какой враг? Враг России. Ну, Россия без рабочего класса, это же не Россия. Какая-то Россия. Чего это? Одни будут эти чиновники да профессора. Это все Россия, это не Россия. Россия – это народ. А в народ надо ходить. Ну, входить могут в этот народ интеллигенты. А все-таки народ, это не интеллигенты, это рабочие, крестьяне. В данном случае крестьяна уже нет, все рабочие. Рабочий класс, вот рабочий класс, как вы говорили, поднимется мускулистая рука рабочего класса. Так она поднимется или не поднимется? Вот вопрос. Поэтому это верно, что мы должны рассказывать, как и прочее, но это все прилагательное. Самое главное, что настрой был должен быть на борьбу. Будете бороться, научитесь, научитесь и будете других учить. приглашаем всех в Красный Университет Фонда Рабочей Академии Ленинградского интернет-телевидения. Кстати, вот Красный Университет заканчивает вот эту работу в мае этого года, а уже летом, летом в июле, августе будет запись на новый поток Красного Университета. И вы снова встретитесь с товарищами, которые это все знают, это преподают, которые вам ответят на ваши вопросы и где вы будете чувствовать себя как дома. Ну как дома в каком смысле? Как дома в том смысле, что вы, хоть у нас и страна и буржуазная, но вы можете найти такое место, где будете чувствовать себя как при социализме, потому что о вас заботятся, о вас думают и никто с вас денег не берет. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо за внимание. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.